Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, телевикторина «След в истории». И сегодняшний выпуск мы решили посвятить не человеку, не событию, а целому учреждению. Узнаете, кто это? Правильно, это женщина с головами львов, которая храняет вход в Чувашский государственный художественный музей. На днях ему исполнится 75 лет. Музей по праву называют хранилищами истории. Она живет здесь в вещах, в старинных костюмах, фотографиях и, конечно же, в картинах. В общем, если вы давно не были на экскурсии, присоединяйтесь. Музеи в России начали появляться еще до революции. Первым собранием редкости была «Кунсткамера», открытая по указу Петра I в 1704 году. С тех пор, какие только коллекции не собирались. И художественных произведений, и исторических находок, и, естественно, научных и литературных, но только не в Чувашии. У нас первый музей появился в 1921 году. И туда начали свозить все ценности, изъятые у церкви и частных коллекционеров. Последних, правда, было немного. Первый Чувашский музей, он назывался «Центральный», он открыт был 1921 года. Он так назывался. А художественным отделом этого музея заведовал Моисей Спиридонович. Его заслуга. Он собирал как бы покрупиться, знать произведения и чувашских художников, и других мастеров. Союз художников настолько стал сильный уже, многочисленный и так далее. Стал вопрос о создании музея, о создании выставочного зала. Конечно, трудные были годы перед войной. Вот в 1939 году Спиридонов, его соратники, свечковьи и так далее, другие настояли, чтобы у нас был все же музей. Помещений не было. Где делать антиридозную пропаганду? Как раз тут сыграло. Первая экспозиция была, где? Вот в этом соборе. Они, ну, люди, конечно, грамотно были, они не закрасили там ничего, значит, сделали очень большого размера щиты. Их обтянули холстом, серым холстом. На фоне этих щитов, значит, показаны эти работы. Потому что они понимали, даже ценность представляет. И расписные стены, росписи стены и так далее. Вот, 1939 год. В Успенецком соборе. Ну, это, конечно, было не то. В соборе не то. И все же потом нашли бывший особняк, как говорится, по улице Розунг-Сембург, 13. Открыли вот эту галерею. Значит, экспозиция была на втором этаже. А внизу там еще жилые помещения были. Забегая вперед, надо сказать, что позднее полотна самого Моисея Испиридонова стали такими же желанными трофеями в коллекции многих музеев. В Чувашии единственный музей-квартира посвящен творчеству как раз Моисея Испиридонова. Конечно, в нем собрана только малая толика наследия мастера. Но говорить об экспозиции можно бесконечно. Художник создал образ, печальный образ девушки, который дает замуж. Образ Норспи, естественно, тут возникает образ младшей сестры Ольги. Судьба была не очень хорошая, удачная, как говорится. Но вернемся к истории самого художественного музея. Довольно драматичный, между прочим. На определенных этапах его сотрудникам приходилось чуть ли не воевать за место под солнцем. До 1978 года в этом здании, по улице Розулю Сумык-13, когда ГИС начали строить все, нам передали этот особняк Ефремовский. Поскольку библиотеку уже построили новое здание. Библиотеку имени Горького, они переехали. И нам удалось, благодаря, значит, министру культуры Маркилову, Ивану Алексеевичу. Прекрасный был человек и так далее. Если бы не он, может быть, нам это здание и не дали бы. Больно там нас не хотели пускать. Потом мы там работаем. Два года, наверное, прошло. В Вороновске появился первый секретарь Абкома, вы знаете. Стали районировать чебоксары. Московские, Ленинские, Калининские. Московскому райкому партии негде сидеть, оказывается. И они выбрали наш музей. Тогда еще галерея была. Мы, конечно, были недовольны. Нас выгнали оттуда, как говорится, буквально. А куда? Это чуть ниже, там, напротив кинотеатра. Родина. Там была типография, я помню. Потом нам дали вот это здание. Мы оттуда переехали. Конечно, недовольны. Ну, как так? Общественность мы подняли, писали в ЦК. Там оказались люди, понимающие. Не то, что, как говорится, на месте. Значит, они встали на нашу защиту. И райком партии, значит, ушел. Но они успели, значит, пол покрасить, значит, масляной краской. А там был паркет. Там художественный паркет был. Потом это мы долго восстанавливали. Сегодня художественный музей Чуваши – это целый комплекс. И каждое структурное подразделение имеет свою особенность. Центр современного искусства отвечает за актуальность. Зал русской живописи – за классику. Ну, а само головное предприятие – за обеспечение эстетических прав и интересов граждан в целом. А также – за сохранность культурного наследия. Вот тут-то и начинается самое интересное. Лично я ни разу не встречала человека, который бы отказался заглянуть в запасники музея. Нам это удалось. Головы, бюсты, торсы, фигуры с застывшими, устремленными в вечность взглядами. Этот взгляд – единственное, пожалуй, что объединяет скульптурное изображение. В остальном же они такие разные. Ну, вот обратите внимание, такая очень характерная чувашка, штукатур. Это время такое, как раз вот, когда у нас 50-е, 60-е годы, строительство. Это очень, помните, вот эти вот с этими бордюрчиками, с этими сорнаментами. Да, вот эти вот очень было увлечения, что это национальный колорит как бы придает. Сейчас, по-моему, от этого отошли. Ну, другие. Вот одна из таких характерных некогда скульптур. Больше всего в фонде Чувашского художественного музея скульптурных портретов Константина Иванова, Чапаева и Андриана Николаева. Вполне ожидаемо. Причем эти образы вдохновляли как местных скульпторов, так и мастеров из других регионов. Вот этого Чапаева, к примеру, ваял москвич Александр Щербаков, автор нашего монумента славы. Практически все скульптуры выполнены в стиле реализм. Но попадаются совершенно уникальные вещи. Настолько, что даже во Всероссийском научно-реставрационном центре имени академика Горобаря их реставрировали три года подряд. Видимо, мы им понравились. Им, видимо, понравилась скульптура, которая все-таки является редкостью. Редкостью не только для нашей республики, редкостью для российского искусства. Потому что прецедент такой как бы есть. Есть пермская скультура, которую в свое время искусствоведы открыли. И, в общем-то, возможно, заинтересуются искусствоведы и заинтересуются нашей поволжской скульптурой. Потому что есть подлинный мастер Афанасий. Понятно, что регион его охватывал. Мастер, видимо, средняя Волга, Казань и так далее. Возможно, есть какие-то и такие, наверное, специфические моменты поволжской скульптуры церковной. Но это пусть и следуют искусствоведы. Наша цель – те экспонаты, которые нам достались со времен, когда церкви были разрушены и попали из Кривейского музея к нам – сохранить, отреставрировать и дать возможность познакомиться с зрителем, искусствоведом и всем изучающим. Я сейчас хочу вам продемонстрировать эту скульптуру, в каком она виде примерно была. То есть, поймите, что есть такой момент. Есть поновление, вот как церковники неграмотно буквально закрашивают по новой икону. А есть такая реставрация. Это научное, по сути дела, такое действие, где подлинные краски, подлинные структуры материала сохраняются, чтобы именно на этом подлинных материалах изучить ее научно. Позвольте, с вашего разрешения, я вот это вам продемонстрирую. Вот она вам сейчас предстанет. Перед вами это ангел с крыльями. Вот, пожалуйста. Она на подставке. И понятно, что она вот располагалась в иконостасе. И мы где-то даже предполагаем, это в одной из чебоксарских церквей. Вот одна из таких удивительных скульптур. Ангел, прикрывающий лицо руками. Удивительно такая пластика здесь невероятная. Ну, я думаю, что вот искусствоведы, в свое время Антония Ильича Мордвинова писала о ней, об этой работе. И вообще искусствоведы, конечно, должны заинтересоваться удивительной пластикой. Удивительной пластикой. И вот как мастера, которые, собственно говоря, по заказу церкви, но вот такие вот шедевры, я не побоюсь сказать, выполняли и делали. Тут даже драма такая, ну, в общем-то, неудивительные вещи. А эта дама и вовсе старше и почтеннее всех музейных экспонатов. Еще бы, сама Пороскева Пятница, святая мученица, бабья заступница. Здесь совершенно другая пластика. Понятно, что вот те, так называемые, западные традиции еще вот эти не вошли в стиль церковной скульптуры. Я сейчас аккуратненько ее поверну, чтобы показать, так сказать, как она сама вот это все сделана. Вот. Вот аккуратненько, видите? То есть она полая, и вот такая вот вставочка сзади сделана. Вот. То есть она, по сути, вот полая там, да, вот. Вообще, скульптура особенно такая штучная вещь. Музей, имеющий в запасниках свыше 200 таких произведений искусства, считается богатым. Но наш художественный музей может похвастаться не только коллекцией скульптуры. Хранитель фонда графики Валентина Боброва может часами рассказывать о каждом своем сокровище. Знаменитая гравюра Чебоксара XVIII века сделана по рисунку полковника Свечина, бывшего в Чебоксарах, и награвирована Бугреевым и Махаевым. Значит, воспроизводится она в монографии, посвященной Махаеву воспроизведена. А вообще-то она входит в серию красивейших городов русских. Вот здесь один из лучших наших граверов – это Василий Васильевич Мате, его портрет Шишкина. И, кроме того, здесь же присутствуют афорты самого Шишкина. У нас, в общем-то, очень неплохая коллекция афортов Шишкина. Это вот, соответственно, муравейник, наверху пески. Так, вот еще один афорт Шишкин, и вот апрель. У каждого экспоната своя судьба. Какие-то полотна поступили в музеи из частных коллекций, какие-то из государственных фондов. А некоторые были обнаружены совсем случайно. Символично, что именно случай позволил музею обзавестись автопортретом одного из основоположников чувашской живописи – Алексея Кокеля. Мы готовились к выставке 125-летию, 125-летия с днём рождения Кокеля. Поехали в Северал Тарханы, поехали, значит, в Батыринский район, и кто-то из учителей нам посоветовал, что в одной из школ есть какие-то работы. Ну, мы посмотрели, действительно, да, огромная большая печка школьная, и за печкой, буквально в углу, были иллюстрации, наклеенные Алексея Фанальцева Кокеля. Смотрим и эти два рисунка. Это один акварель Харьковского периода и автопортрет 1903 года, еще молодого Кокеля, когда он еще, по сути дела, поступил или, значит, поступал в Академию художеств. Ну, одна выполнена в технике акварель, другая – это, значит, смешанная техника. Здесь и имеется автопортрет уже самого Кокеля, состоявшегося как художника. Наряду с классиками российского изобразительного искусства в музее оставляют свои работы и современные художники. Практически все, кто живет и работает в Чувашии, передали сюда хотя бы по одной работе. Есть и тематические коллекции. Это, опять же, продолжение темы русских художников. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны в Чебоксары было эвакуировано много художников из Санкт-Петербурга и Москвы. Сейчас сначала разверну. Все они, кстати, участвовали в выставке, посвященной Великой Отечественной войне, которую мы открывали к 9 мая. Особое внимание хотелось бы обратить на одну из любимейших моих серий. Называется она «Дети войны». Трагичный период нашей истории. Вот это тот самый Григорий Бенционович Ингер. Вот его же акварельный этюд «Казнь Суи Космодемьянская» тоже у нас есть. Датируются они все в 1942-1943 году в этой работе. Много, очень много подлинных шедевров собрано в коллекции художественного музея за 75 лет. Но не стоит возмущаться, что все они скрыты от людских глаз за семью замками. Они экспонируются. Дело в том, что просто условия экспонирования графики тоже достаточно строгие. То есть это опять же наш световой режим. Дело в том, что произведения графики не могут выставляться очень долго. Но в отделе русского зарубежного искусства на Константина Иванова 4 у нас постоянная сменная экспозиция фонда графики. То есть произведения русских художников, они там представлены регулярно и изменяются. Фактически вот, если брать Поленова, то вот он только вернулся оттуда из русского отдела. Кибитка тоже. Вот кто еще? Портрет Василия Осиповича также экспонировался в русском отделе. Совет, сами понимаете, только один. Чаще ходите в выставочные залы, и тогда сможете поэтапно увидеть всю музейную коллекцию. Посмотреть есть на что. Кто-то сказал, скульптура – это застывшая музыка. Еще кто-то добавил, картина – это мать слова. Правы и те, и другие, и третьи. Те, кто ходят в музеи ради удовольствия, а не для того, чтобы потом придумывать афоризмы. Тем более, что в художественном музее проходят не только вернисажи, но и множество других ярких и важных культурных событий. Что только не экспонируется в стенах художественного музея. Лично я могу вспомнить геральдические символы, скульптуру из войлока, почтовые марки, механические картины. С последних и начался новый выставочный год. Механика – это движение под действием сил. Приставка «арт» означает причастность к искусству. Искусство – создавать механизмы, которые не только работают, они завораживают своим внешним видом. Эта экспозиция очень загадочная, потому что используются старые вещи. Здесь даже описывается то, что старые фотографии найдены, используются. Я ощущаю какое-то смятение и пытаюсь войти в эту картину, и получается. Редко кому удается попасть в музей во время смены экспозиции. Может, потому что у нас народ вообще не часто ходит в музеи. Но, уверяем, это зрелище стоит того, чтобы бросить все дела. Оказывается, это целое представление. Особенно, если выставка приехала из художественного училища. Художники, как известно, люди особенные, а молодые художники – особенные особенно. Они совершенно точно видят мир по-другому. А вместе с ними и зритель погружается в новую реальность. Живописные полотна, графика, шедевры декоративно-прикладного искусства, костюмы – все это и многое другое делали и делают студенты художественного училища много лет. 80, если быть точными. И теперь все лучшие работы, дипломы разных лет, образовали новую экспозицию. Это очень сложное искусство – собрать экспозицию. Одних только видов развески картин несколько. А если прибавить к ним керамику, мебель, костюмы, то можно вообще запутаться. Но в результате должна получиться эклектика, а не каша. Наивысшая степень мастерства – собрать экспозицию так, чтобы ее смогли оценить даже люди с ограниченными возможностями здоровья. Незрячим детям разрешают то, что категорически запрещается всем остальным посетителям – трогать руками полотна, гладить скульптуры, ощупывать изделия декоративно-прикладного творчества. Автор проекта Людмила Кадикина каждый раз убеждается – эти ребятишки – самые благодарные зрители. Подлокотники, но еще хорошенько почистили и лаком покрыли, поэтому тебе так приятно гладить. А еще и можно создать свою собственную осень. Фитодизайнер Татьяна Боярская не первый год мастерит с ребятами такие симпатичные вещицы. Зимой они плели рождественские венки и сейчас делают осенние открытки. Незрячие дети прекрасно знают цвета. Обычно мы создаем ассоциации. Трава зеленого цвета, солнышко желтого цвета, небо голубое. И только так, наверное, притягивая это к какому-то предмету, создавая ассоциацию, мы даем им мощение цвета. Осень на открытке получается узнаваемой. Красный разлапистый лист, пушистый плед, теплый бок, мурлыкающие кошки. Что уж тут непонятного. И зрение здесь играет далеко не первую роль. Ведь у человека целых пять органов чувств и любовь к прекрасному. Рассказывать о музее можно часами, но это как раз тот самый случай, когда лучше один раз увидеть. А для тех, кто уже видел, вопросы нашей телевикторины. Какие фонды Чувашского государственного художественного музея вы знаете? В каком году было построено головное здание художественного музея? Кто архитектор? Ответы присылайте по адресу. Проспект Ленина, 15. Или по электронной почте. Викторина Дефис, след 21, собачка, Яндекс.ру. С пометкой. Телевикторина, след в истории. Если вы не успели записать вопросы, ищите их на сайте нашей телерадиокомпании www.ntrk21.ru Как всегда, мы ждем ваших ответов, а призы ждут вас. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова